Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева и сегодня в выпуске. На календаре май, а Анапа уже встречает гостей. Перспектива развития пляжного спорта на курорте. Верные друзья на страже порядка. Задолго до официального открытия курортного сезона в Анапе страстные купальщики и первые гости открывают купальный сезон. Начало сезона в Анапе с каждым годом начинается все раньше. На наших пляжах уже многолюдно. По статистике, только в мае в Анапу приехали более 90 тысяч отдыхающих. Первым делом гости потянулись к морю. Погода располагает. Да и чистое море и теплый золотистый песок манят. На лицах улыбки, значит, гостям у нас нравится. Первый раз вообще в Анапе. Ну, вообще отдыхается хорошо. Вот нам понравилось. Вообще все. И парк, и то, что в городе чисто. И магазины. Ну, вообще все. Город стал лучше. То есть, по всякому случаю, по тем людям, которые раньше приезжали, говорили, да, то есть, говорили, что он был не совсем ухожен. Сейчас мы смотрим, что город стал намного чище, да, то есть, достаточно хороший, красивый. Скоро новоселье. Замглавы Анапы осмотрела квартиры, которые предлагают застройщики для детей-сирот. В Анапе более 80 детей-сирот нуждаются в собственном жилье. Задача этого года по максимуму сократить имеющуюся очередь. По поручению главы курорта Сергея Сергеева объявлены кодкурсные процедуры на покупку квартир. И первые строительные фирмы уже предлагают муниципалитету жилье в новых домах. Квартиры в новостройках села Витязева практически готовы. О штукатуре на окрашенной стены уложен линолеум. Где-то остались мелкие недочеты, установка дверей и сантехники, которая ждет на складе. Микрорайон словно создан для молодежи. Рядом детский сад, школа, а чтобы добраться до моря, неподалеку остановка маршрутного такси. Заместитель главы Людмила Мурашова и начальник управления по делам семьи Вера Негинская проводят предварительный осмотр готового жилья. Соответствует ли необходимой площади, насколько комфортно будет жить в нем молодым людям. Ведь даже о плате за коммунальные услуги многие из них будут учиться. Поэтому важно, как управляющая компания будет обслуживать жилье. Теперь очередникам остается ждать окончания конкурсных процедур и вручения ключей от новых квартир. Всего на покупку жилья для сирот в этом году планируется израсходовать свыше 92 миллионов рублей. На курорте получают развитие пляжные виды спорта. Для любителей активного отдыха на центральном пляже в районе устья реки Анапка обустраивают комбинированный спорткомплекс для занятий и спортивных мероприятий. Всего на песчаной территории установят пять спортплощадок, на которых будут проводиться соревнования по пляжному футболу, волейболу, русской лапте. Запланировано проведение чемпионатов различных уровней. Также на площадках все лето тренируются воспитанники детско-юноческо-спортивной школы номер 10. Помощь в установке комплекса оказывают муниципальное предприятие, объединение курортных услуг, тренеры-преподаватели спортшколы и родители спортсменов. Все родители, которые участвуют в установке, они все сами играют в волейбол. У нас целые династии волейболистов. Я думаю, что это будет самое лучшее праздничное место в Анапе для проведения активного отдыха. В этом году здесь запланировано проведение фестиваля пляжных видов спорта лета 2015. Спортивные площадки на этом участке пляжа будут работать уже второй сезон. Инвентарь спортсмена с собой не забирают, они сдают его на ночь здесь. Здесь все охраняется, сетки не снимаются, ночью здесь охрана, территория освещается, можно играть и в темное время. Играют как и наши спортсмены, так и приезжие, так и просто отдыхающие. Работы по установке спорткомплекса завершатся к 1 июня. На свое законное место, где эту красавицу уже хорошо знают и любят, возвращается экзотическая гость Янапы. Агава седьмой раз перекочевывает из оранжереи в открытый грунт. Она не молода, ей уже на момент приобретения было 12 лет, так что на сегодня ей 19. И эта роскошная гостья из Мексики уже, похоже, прочно прописалась на газоне у администрации города. На ее фоне любят фотографироваться гости курорта. Агава своего рода показатель преимущества климата Черноморского побережья. Ей подходит и температурный режим нашего жаркого лета, и влажность, которую старательно будут соблюдать озеленители. Заморская гостья в промышленных масштабах, источник веревок, канатов, бумаги, а из сердцевины колючего растения делают известную текилу. Но одного растения недостаточно даже на 100 граммов напитка. Так что пусть радует глаз и вдохновляет на новые встречи с курортом. Коммунальные службы ведут сезонные работы по покосу травы в городе и сельских округах. Ежедневно специалисты управления муниципального контроля проводят мониторинг внутри дворовых территорий. В жилых микрорайонах на своих территориях скашивают сорняки, управляющие компании и товарищества собственников жилья. К покосу травы также привлекаются предприятия всех форм собственности и учреждения образования. Допустимые нормы травы должно быть не более 10 сантиметров. Больше 10 сантиметров управлением муниципального контроля составляются протоколы. По словам Татьяны Буняк, уже составлен административный протокол на управляющую компанию «Коммунальщик» за то, что запустили 12 микрорайон. Только после замечания специалистов управления муниципального контроля покос травы в 12 микрорайоне начался. Выявленные факты нарушения будут рассмотрены на административной комиссии. У жителей Гайкадзора сегодня, как и у всех православных, праздник – вознесение. С надеждой, верой и любовью они смотрят на свой храм, который возводят всем миром. Он словно символ того, что можно сделать, если взяться сообща. Подобной церкви нет во всем Краснодарском крае. Высотой 33 метра возвысилась над селом Гайкадзор церковь Святого Георгия Победоносца. Идея строительства церкви возникла еще в 1992 году. Тогда же установили хачкар. А в 1995-м возвели часовню Святого Саркиса. Но потребности всех прихожан небольшая часовня удовлетворить не могла. В сентябре 2009 года начали строительство церкви. Мофсес Зурначан – это его первый и последний проект. К сожалению, конечно, он не дожил до того, чтобы увидеть вот эту красоту, которая строится. Он буквально целый год занимался, когда я обратился к нему, за помощью, чтобы он спроектировал церковь. Он специально выехал в Армению, чтобы посмотреть стиль, потому что до этого он никогда не проектировал церкви. Церковь строят в лучших традициях армянского стиля. Центрально-купольная архитектура, оригинальный орнамент, отделка из розового туфа, вулканической породы. Изнутри церковь украсят орнаментом – из туфа и киликийского камня. Росписи как таковой в армянских церквях нет. Человек, заходящий в храм, его ничего не должно отвлекать. Он приходит для молитвы. Из Воронежа привезли 12 колоколов. У каждого свое звучание. Средства на строительство храма собирали всем миром. 16 меценатов, армянская община, помогали прихожане. Русские, греки и евреи в том числе. Не только анапчане, но и из других городов и стран. Церковь – настоящий шедевр. К концу года работы по строительству и благоустройству территории планируют завершить. У жителей домов по улице Украинской в станице Гостогаевской есть своя гордость. Бабушка Валя, как ласково называют станичники, Валентину Ивановну Бардаш. Человек с большим сердцем и широкой душой. Настоящая труженица. Пример достойной подражания. Родители Валентины Бардаш работали на ферме. А маленькой Вале с детства приходилось помогать дома по хозяйству. Детство было голодное и трудное. У родителей было шестеро детей. Рано, конечно, я. Шесть в классе у меня только образование было. Мама заболела. 16 лет пошла работать. У нас самоход не было в колхозах. У нас в 60-м солхоз был. А в колхозах мы, вот это компания где, а мы за ним собирали колосья. И кучки, а потом молотили остатки. И с тех пор более 40 лет непрерывной работы в совхозе. Валентина Ивановна работала звеньевой, убирала хлопок, потом 10 лет на птицефабрике. Ездила на уборку винограда, выращивала телят. Много профессий освоила. Дома-то был один телок, а там я за 11 дней набрала 101 теленка. Там и по шесть, и по семь было в клеточках. А воно ж надо после соски приучить его к ведру. Ой, Наташа, это адский труд. А потом еще и обучала, давали мне этих учеников обучала на работу. Их было дело. За свое трудолюбие была награждена знаками «Лучший животновод» и «Мастер животноводства Кубани». Она ветеран труда. В 1975-м станичники выбрали ее депутатом. Сначала на местном уровне, потом ездила в район. Валентина Ивановна вспоминает, что всю жизнь ни минуты свободной не было. С мужем развелись, когда маленькой дочке было 8 месяцев. Одна воспитывала, но никогда не унывала. Голубая калитка Валентины Бардаш всегда открыта для гостей и соседей. И заходят они к ней часто. Для каждого найдется чашка чая и доброе слово. Ко всем с теплотой. Соседи в ней души не чают. Валентина Ивановна очень хороший, замечательный человек. Всегда приветлива, трудолюбива. Занимается огородом, садом. Мы всей улицей любим ее. Прислушиваемся к советам. Уважаем ее очень. Хорошая, замечательная женщина. Всегда поможет. Добрую минуту подскажет, что надо. За детками приследить, да? Ходим часто. Помогает нам. Несмотря на непростую жизнь, полную тяжелого физического труда, Валентина Ивановна всегда открыта к людям, всегда с улыбкой и распахнутым сердцем. О том, что собака – друг человека, мы знаем с самого детства. Но служебными собак начали считать, начиная с 19 века, когда во время военных действий животные лаем предупреждали своих хозяев о приближении врагов. Кинологическая служба – элитное подразделение специалистов, готовых выполнять оперативно-боевые задачи со стопроцентной эффективностью. Наша съемочная группа побывала в гостях у анапских кинологов. Собаки – одни из первых животных, с кем человек начал свою дружбу. Люди научились взаимодействовать с ними в совершенно разных областях. В кинологической группе отдела МВД по городу Анапа пять сотрудников, восемь служебных собак. В основном для работы используются немецкие, восточноевропейские овчарки, ротвейлеры, лабрадоры. Крупных пород собаки используются для задержания преступников, для охраны, для конвоирования. Собаки средних пород используются для поисковых мероприятий, для поиска наркотиков, для поиска взрывчатых веществ, для поиска трупов. Есть собаки-детекторы, которые используются для идентификации запаховых элементов. Служебные собаки задерживают преступников, обнаруживают наркотики и взрывчатку, охраняют особо важные объекты и участвуют в патрульно-розыскной работе. Кинолог должен научить собаку слушаться на механическом уровне, чтобы она не могла ничего сделать без его команды, причинить вредь человеку. И реагирует собака своим острым честьем, показывает сигнальной посадкой. И здесь уже начинается более детальная отработка мест, предположительного нахождения данного вида, что это может быть предмета. Оружие, боеприпас, самодельное взрывное устройство. В период курортного сезона в Анапу привлекается дополнительная помощь по охране общественного порядка на массовых мероприятиях. Кинолог и его воспитанник вместе занимаются одним делом. Они разыскивают правонарушителей по следам преступления, делают все для безопасности общества. Завершит выпуск прогноз погоды. Пятница ожидается ясной и солнечной. Дневное время воздух прогреется до 26 градусов тепла. Город уже пестрит яркими летними нарядами анапчан и гостей курорта. Все в предвкушении лета. Отличная пора продемонстрировать вкус, красоту и стиль. Украшения – важный элемент стиля. Большой ассортимент изделий из камней самоцветов предлагает салон-магазин «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы «Клиника Тризе». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр Тризе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова